Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии у Мартикеев. Коротко о некоторых темах. Архы стал лидером Северокавказского федерального округа среди горнолыжных курортов по заполняемости отелей. Юным спасателем Карачаева Черкесии стал школьник из Адыгихабля Аллан Тимирдашев, спавший утопающего ребенка. И воспитанники Республиканского детского дома приняли участие в новогодней елке Министерства просвещения России. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Федерального штаба по газификации под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака. Обсудили исполнение поручения президента страны по социальной догазификации. По итогам проведенной работы в план график догазификации вошли 3053 домовладения в 95 населенных пунктах республики. Сегодня газовая инфраструктура уже доведена до почти 3000 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на эти годы. При этом создана техническая возможность для подключения еще почти 3000 домовладений. На следующий год запланирована до газификации еще 3500 домовладений. Кроме того, Рашид Тимрезов принял решение субсидировать из республиканского бюджета проведение работ по строительству газопроводов внутри земельного участка всех без исключения заявителей. Спортивная школа есть, а здания для тренировок у спортсменов нет. Эту проблему борцов-вольников в Тиберде озвучили на прямой линии с Рашидом Тимрезовым. Глава республики пообещал, что в скором времени вопрос со строительством ФОКа в Тиберде будет решен. Город Тиберда заслуживает. Это курортный, красивый город. Город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачаево-Черкесской республики проведет работу. И если не в 2023 году, то в 2024 году мы обязательно приступим и за один год мы его построим. Председатель правительства республики Мурат Аргунов вручил государственные награды Российской Федерации Карачаевой Черкесии жителям региона, которые достигли профессиональных высот. Госнаграды почетных званий удостоены 35 жителей республики. Это работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и те, кто достойно и мужественно выполняет свой воинский долг по защите нашей Родины и обеспечению безопасности ее граждан. Юный спасатель Карачаевой Черкесии присвоен школьнику из Адыгихабля Алану Тимирдашеву, который этим летом проявил решительность и отвагу, спасая жизнь утопающего семилетнего ребенка. Ранее Алан был удостоен медали Совета Федерации за проявленное мужество. Хотя главные награды, конечно же, уважение, любовь родителей, друзей всей республики. Символично, что награждение Алана прошло в День спасателя. Искренне поздравляю нашего земляка с таким высоким званием и желаю дальше быть тем, на кого равняются не только дети, но и взрослые. И еще хочу выразить благодарность имени Тимирдашевых за такого прекрасного, чуткого и отважного сына. Написал на своей странице в телеграм-канале руководитель региона Рашид Тимрезов. Карачаево-Черкесию посетил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В общественной палате состоялась его встреча с представителями ведущих СМИ республики. Соловьев рассказал об особенностях работы журналистов. В настоящее время ответил на интересующие их вопросы. В частности, о создании условий для повышения квалификации работников различных СМИ, проведении форумов с участием военных корреспондентов и других известных в медиасфере лиц. Во-первых, хочу сказать, что мне всегда очень приятно бывать в вашей республике, у ваших гостеприимных коллег. Действительно, сейчас набор вопросов, которые существуют не только у аудитории, но и у журналистов, он понятен, он сводится к тому, как понимать и журналистам, и аудитории происходящее, как работать с этой новой информацией, как бороться с фейк-ньюс. И именно этот круг вопросов был озвучен. Этот круг вопросов мы обсуждали на этой встрече. И я очень рад, что коллеги, журналисты из Крачево-Черкесии так правильно понимают ситуацию и задают такие важные вопросы, на которые я, наверное, может быть, и не всегда смог найти ответы, но я думаю, что мы вместе будем эти ответы искать. У Черкеска появился еще один город по братим. Это столица Южной Осетии Цхинвал. Соответствующее соглашение подписали глава администрации Цхинвала Гену Акаджа, и глава муниципального образования Черкеска Валерий Дедук. Документ определяет сотрудничество в различных сферах деятельности, всесторонний обмен опытом в сфере местного самоуправления, дальнейшее развитие деловых и культурных связей, а также будет способствовать укреплению дружбы и братства между жителями городов. В региональном отделении Пенсионного фонда состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам объединения ведомства и Фонда социального страхования в Единый социальный фонд России и нововведениям в пенсионной и социальной сфере с 1 января следующего года. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Республики Ирина Тамбиева рассказала, что объединение двух ведомств значительно упростит получение мер социальной поддержки, все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна. С 1 января следующего года отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии приступит к предоставлению ряда выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и соцстраха. Главное из них – это новое единое пособие. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. В среднем по России выплата на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 8 тысяч до 15 тысяч рублей. С 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить налоги и взносы в Федеральную налоговую службу по новым правилам. Для каждого из них там откроют единый налоговый счет. Как будет работать эта система в Карачаево-Черкесии, рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Обращаю внимание, что все преимущества единого налогового платежа касаются и плательщиков, имеющих разветвленную сеть филиалов и обособленных подразделений. После введения единого налогового счета не нужно будет платить налоги отдельно по каждому структурному подразделению. Нужно будет оформить всего один платежный документ с указанием ННН налогоплательщика. Единый срок уплаты для всех, 28 числа. Там не распределяется он федеральный, он местный, он или региональный. У нас сейчас в республике по пилотному проекту один налогоплательщик, да, водоканал. Он очень успешно использует и нравится ему этот платеж. В Москве состоялась новогодняя елка Министерства просвещения России для детей-сирот, в котором приняли участие двое воспитанников Республиканского детского дома. Для детей была подготовлена насыщенная культурная программа, новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева» и ледовое шоу «История любви Шахеризады». Дети посетили океанариум и провели экскурсию по праздничной столице. На базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева в Карачаевске состоялось новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. С большим вниманием и интересом ребята вместе со своими родителями приняли участие в самом долгожданном празднике. В веселом хороводе их развлекали любимые мультяшные герои – крокодил Гена и Чебурашка. И, конечно же, детей с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Кульминацией праздника стали сладкие подарки. В Карачаево-Черкесии продолжается благотворительный марафон, к которому можно присоединиться вплоть до 31 декабря, после чего будет сформирован гуманитарный груз, который отправится прямо в зону специальной военной операции, чтобы наши земляки в зоне СВО знали, что в новогодние праздники их помнят и ждут на родине. Подробности сообщила руководитель штаба «Мы вместе» Ася Хакирова. Все мы понимаем, что сейчас, конечно, очень тяжелое время, когда наши военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции. Сейчас им очень нужна и важна наша поддержка. И наша республика является, так скажем, таким тылом, вторым фронтом для наших бойцов. Здесь мы все своими усилиями стараемся их поддержать. То есть проводятся вот такие благотворительные концерты, которые там перетекают постепенно в ярмарку мероприятий, которые там продлятся до конца текущего месяца, до 31 числа. Собранные средства будут, естественно, направлены на поддержку, на закупку того, что сейчас им крайне необходимо. Для того, чтобы собрать средства, одним из организаторов является региональный штаб «Мы вместе», который базируется на базе ресурсного центра по развитию добровольства. Там существует несколько способов для перевода денежных средств. То есть это по номеру карты, либо по QR-коду. Для юридических лиц это реквизиты самой организации, куда можно переводить деньги в целях благотворительности. Конечно, абсолютно не важно, какая сумма будет пожертвована. Это может быть 10 рублей, может быть 1000 рублей. Главное принять участие, чтобы абсолютно каждый житель нашей республики посчитал своим, наверное, долгом принять участие, помочь, быть вовлеченным в эту деятельность. И тогда, конечно, мы увидим большой результат. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения Фельдегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или военных комиссариатах по месту призыва. Об этом рассказал военный комиссар республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военной операции, сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых письм, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма, бандероливать весом до 2 кг и посылки до 10 кг. Через отделение Почта России, почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам и близким необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Боинсотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданин республики. Информация эта строго конфиденциальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. Чтобы предстоящие новогодние праздники запомнились только счастливыми моментами, при украшении своих домов, квартир следует в первую очередь обращать внимание на соблюдение техники безопасности. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Гульнара Аджикова. Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия. Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стены потолков. Оформление иллюминации елки должно проводиться только опытными электриками. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При неисправности елочного освещения иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей их и устранения. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – минус 1, плюс 4 градуса. В горах – до минус 6. Свыше 2500 метров лавина опасна. На дорогах возможен гололед. В Черкесске без осадков. Утром на дорогах возможен гололед. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok